Как буш туда ездил, да? Там же вообще толкнуло. Ну да. Если толкнуть меня, не толкнуло. Да фиг знаю. Может. Может толкнуть? Бесполезно, но старше. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Охота еще не открылась, а в лес уже хочется. Поэтому мы нашли выход. Решили съездить за черникой втроем с Аней и с Дианой. Сейчас нам по пути уже встретились несколько людей. Надеюсь, они не собрали нашу чернику. Еще встретили одного мужика, который застрял на вазике. Но вот помощь отказался. Сказал, что сел на мосты и, видимо, ждет помощи от другой машины. Если сел на мосты, надо Петровича вызывать. Ты сегодня про берцы не вспоминал. Про кого? Про берцы. Берцы – это лучшая обувь. Какая? Да лучшая обувь для нашей полосы. Во-первых, когда вот у нее тут разгронзенная, но тут, в принципе, она уже очень. Где-то у нас только брата, а вот смотри, Серега, куда же уже пешки стоят. Смотри, Серега, может, тут надо подразделиться, все равно друг у друга под носом смысла нет. Я тут маловато, мне кажется. Ты что там стоишь? Комары кусаешь? Пойдем, пойдем, ну что поищем? Я просто чернику ни разу не собирал. Вот так целенаправленно не собирал. Поэтому для меня вопрос – это мало то, что ты сейчас на кустах кусишь? И так-то вон и нет, стоят кусты-то, в принципе, да. И ходишь вокруг, черстишь, смотришь там, где несобранные кусты собираешь. Квадраты отшарил, если и тут так себе, берешь его, переходишь. Ну, вот так это происходит. Это понятно. А ягод достаточной? Ну, в принципе, я бы вот остановился, смотри, вот здесь вот, ну иди сюда, я тебе объясню. Вот видишь, допустим, тут полянка, вот они тут стоят. Ты хуяк прошел, допустим, хуяк прошел, вон там вот, допустим, смотри, видишь, тоже стоят. Ты так участками ходишь, собираешь. Ну, вот, в принципе, так работает. И ты на коленки вставать будешь? Да я по-разному, кстати. Здесь, в котором стоит. Давай политрухи наберем там, вот так, пересечемся, обсудим. Давай. Ну, мы далеко-то… Мы с тобой там посмотрим еще. Если будет до хера, я тебе крикну. Ты далеко собираешься уходить? Да тут, в принципе, болзу-то вызову, особо далеко тут не уйдешь. Ладно. Пойдем, не трогай, Серега, не ягоди. Не трогай, не трогай. И все, что съел ее, верни. Вот, Серега, иди сюда, смотри, тут реально почему-то не собранно. Так, а может смысла вам нету так уходить-то? Да, слушай, мы друг другу мешать будем. Там же надо вот этими кочками, вот иди сюда, смотри, покажи, смотри. Видишь, там прямо крупняк вон стоит. Вот ты прямо этими островками перемещаешься и… Собираешь. Вкусно-то там. Ну, если человек дал вкус членик, я еще не… Я думаю, если тут плохо податься, мы тут рядом сейчас и сядем. Хуя тут даже не брата, он у нас стоит. Так, от комаров я попшикался. В принципе, и сейчас немного летает. Разделились, я остался вот в этом месте. А Саня с Дианой пошли чуть подальше искать другую полянку. Так, я взял, значит, ведро под майонезы и два вот таких побольше ведра. Начну пока с маленького, потому что оно у меня с крышкой. Сейчас, как мне посоветовали, рюкзак надо повесить, чтобы видно было точку. И вокруг как бы рюкзака буду ходить собирать. Соберу и потом дальше буду перемещаться. В принципе, все, можно начинать. Крышку пока в рюкзаке оставлю. Сань, а ты как, вместе с листьями срываешь или по ягодке как-то? С листьями потом продуваю и да. А продуваешь на ладошке? Вот так вот пересыпаешь и продуваю. Ага. Я все-таки хочу посмотреть, как ты собираешь. Какая-то, я думаю, технология тут есть. Да. Так. Смотри, короче, берешь, не держишь никогда в руках, ставишь ее рядом. Потом берешь двумя руками и вот так вот срываешь прям, неважно, там с листьями, там не с листьями. Так вот срываешь, срываешь. Вот так вот, как раз, посрывал. Не мнется она у тебя? Нет, ты ее аккуратно как бы стягиваешь. Она еще не такая жидкая, чтобы мяться. Так вот посрывал, посрывал, посрывал. Вот так вот. Скочки-то поудобнее снимать, когда она высокая. Ну да. Вот сорвал, тут видишь, потому что раз. Она у тебя даже и без листьев получилась. Все улетело. И берешь и сюда закидываешь, и так быстрее было. Угу. Как-то так. Ясно, понятно. Действовать с ягодами. Вроде комары-то не атакуют так. Слушай, комаров не очень как бы они, у них выхода нет сейчас. Ээээ. В общем, собираю, наверное, уже около, около получаса ягоды. Ну, в принципе, и интересно так собирать. Не скажу, что это очень геморрное дело. Даже уже так в планах можно, я думаю, и в будни как-нибудь после работы съездить, когда свободный вечер будет. Где-то, наверное, минут за 30 я собрал вот чуть больше, чем пол ведерка вот такого вот из-под майонеза. Руки все испачканы. Я боюсь, что сейчас камеру начну белую хватать. Она у меня вся почернеет, поэтому надо аккуратно. Пойду я сейчас, хочу посмотреть, что там у ребят. Сколько насобирали. Ну что, как у вас тут дела обстоят? Много насобирала Диан? Много насобирала. Я примерно столько же собрал. Так, я думаю, сейчас Саня-то будет в лидерах по сбору. Грибов? Белые лисички. Лисички. Он уже целое ведро насобирал. У тебя такого что есть? Да, но я чуть побольше, чем пол ведра вот такого собрал. Я еще себе скачал телефон. Видео с канала все из-за металлокопа все живу. Собираюсь, слушаю. Погода хорошая такая. И не сильно жарко как-то. И комаров так не особо. Ага. Иногда какой-нибудь один подлетит, так нехотя полетает. Типа не очень-то и хотелось улететь, да? Наверное, утром уже искусали всех, кто тут приходил. Слушай, я не знаю почему тут вроде как не особо много народу бывало. Я в прошлый год, по-моему, здесь был. Тут вообще только в дальнем углу там вот нашел. Как бы вообще ничего не было. Мы все в гусели. А в этом году еще отец удивился, что тут как бы это все нормально. Он туда ездил, да, получается? Да, он собирал 6 литров, что ли. Ого. Себе? Да, в общем, уже сварили там все. Вы что, варенье варите или компот? Варенье и пирог один раз, мать, сделала. Кстати, да, пирог. Интересно будет, попробуй. Надо маме сказать, может, тоже сделай. Да. Я не так собираюсь все-таки, как ты показал. Я их как-то начинаю заминать и что-то этих листьев как-то много. Угу, да, он, да? Все, влетели. По рукам видно сразу, куда ты ездил. Уже не отмажешься. От рюкзака ушли далеко. Угу. Я все вокруг него тут копошусь. Это тоже ходи. То есть они бывают местами кочками, такими раз. Нашел кочку, ее зачистил. Ну да, есть кочки, на которых ягоды прямо большие. Ты их собрал и уже место занято. А я так, все подряд собираю, можно сказать. Я знаю, что контейнером собирают. К комбайном. К комбайном. Слушай, я не пробовал. У нас особо никто не собирал комбайнов. Я и поэтому и не этот. Ну какая корзинка прикольная. Ну это не самая крупная. Есть покрупнее. Вкуснятина. Я в рот молочек кладу. В основном все сюда закидываю. Тон! Й gittiны. В regionном 볼у. Пvorоем. Иснулими. Квы? В syntax. Есть кустики на которых ягоды крупные попадаются. Дальше поехали. Собираю ягоды. Смотрю какой жук ползет. Красивый. С броней такой. Жук жук. Набрал черники. Сейчас хочу закрыть крышку и взять другое ведерко. Сейчас хочу место сменить. Взять свой рюкзак и пойти в ту сторону где ребята. А то я тут все вроде как обходил. Жарко сегодня, нормально. И не так жарко как было два дня назад. Комаров практически нет. В футболке можно даже ходить. Саня, сколько насобирал? Буду быстро чтобы не просыпать я беру вот так вот ставлю. Ого, много ты насобирал? Вот так берешь рукой. Придерживаешь. Вот еще одну и все. Иди они еще одну помогут собирать. Так когда есть она так достаточно быстро собирается. Сколько вот этих вот ведер? Два ведерка? Я два насобирал, да. Важно салфетки не взять. Да ладно, черника это не ядовитая субстанция. Не надоело собирать? Надоело. И чисто из спортивного интереса. Ну да. У нас в деревне ягоды растут, так я их вообще не собираю. А они почему-то сложно как-то собирать. Думаю так, что они не поддающиеся. Я себе видео в телефон скачал, сижу слушаю. Как-то меня это отвлекает. Не замечаешь как собираешь. Я такой, говорит, свещу, а он откликается. За бежевня была. Колян. Колян, может, тоже за черникой ходит. Ага, за пикой будем. Почему? Он за морожкой, правда, ездит. Морожкой? А это что такое? Это такая сибирская. А почему она у нас растет из Санкт-Сибирска? Ну вот у нас в некоторых регионах растет. Так, все, давайте есть. Будет синяя. Опа. Туда. Ты его высохи? Сейчас, чуть-чуть. Не, чуть-чуть. Не, чуть-чуть. Не, чуть-чуть. Не, чуть-чуть. Не, чуть-чуть. Не, чуть-чуть. Вот у нас с этим вкус черника, но не так черника. Вот прям йогурт добавляют, потому что совсем не покупают. Теперь она самарометит. Там и йогурт, и совсем йогурт. И черника нет совсем. А тут она какая-то, ну, просто. Что там парень звонил? Да. Да певец тебе, певец. Ага. Иди, Серега, я тебя тоже помажу. Ты сам же боишься. А, ящериц. Маленькая правда. Все, бери домой. Она же хвост должна отбрасывать, когда ей страшно. Значит ей сейчас не страшно. Получается, здесь, наверное, тоже литра 3. Ровно 3 минусы. 6. Здесь сколько? Здесь ориентировочно где-то, ну нет, не целая. Я думаю, где-то литр 200, литр 300. Один, два, ну литр 3 получается тоже где-то. Ну даже с чем-то, я думаю. То есть, почти 10 литров мы собирали. Угу. Неплохо так. В середине. Ну да, как-то так. Нет. На лев. М? А что? Серега хочет нашу банку. Ха-ха-ха. 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 Да ты не заметил, как я прямо перед глазами так не сделал. Саня, ты на год вперед закрыл свою потребность черники? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Или еще есть желание? Ха-ха. Ха-ха. Ну пока нет. Ну так если... Нечего будет делать. Может даже вечером как ты урос. Давайте камеру поставлю, мы пройдем на нее. Да, типа мы такие. Да. Давай попробуй. Нормально смотрит, Сань? Угу. Ну вот там про это надо. Ха-ха. Ха-ха. Давай тут подержу. Ха-ха. На лоб показывает, тут на голову. Лес, типа волосы. Здесь поляна, ну между голову. Тут нос, это бугор, рот, ям. Потом грудь, живот. А тут барин живет. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я вспомнил. Первый раз такое слышал. Ретро-хошпорт, короче. Ха-ха. Бабушка, я еще куда... В поселке та, которая... В поселке, она там короче... А лежу мелко, она такая. На волосы, такая. Тут типа лес. На лоб, тут типа поляна, на нос, бугор, рот, типа ям. Потом грудь... А тут барин живет. А тут грудь живет, а тут барин живет. И вот он сейчас вот так со мной взял. Ты прикиньте, вот это вот слово. Здесь такая вот старая вот эта тема. Раз еще про барина там вот эта вся тема, да. Бывает, а то вспоминаем такие слова старые, когда какие бабушка говорила. У меня машинка на радиоуправлении была, подарили на Новый год. И бабушка про нее сказала, что она как ангел премудрая. Идти гулять куда-нибудь там, отдыхать. Типа это она называла пировать. Типа пировать пошли. Типа пир на весь мир. Совбез. Надо в совбез идти хлопотать. Совбез, а? Совбез. Совбез. Мне казалось, что мы в ту сторону шли быстрее. Вот сейчас мне надоело собирать чернику. Смородина. Красная смородина. Зачесалась. А не вкусная наша. Я знаю. Не, она нормальная такая. Ну, красную я в лесу редко встречал. Я помню, мы с тобой смородиновый чай заваривали. Из листьев. А вот этот мужик, который по металлу, он говорит, короче, надо веточки заваривать без листьев. Так листья какой-то горечь, что ли, дают. Значит, тебе надо попробовать. Без них будет разница или нет. Убора не требуется. Один сам.